В этом видео я хотел бы раскрыть понятие индивидуальный заказ на часы. Что это такое и с чем его едят. Значит, наша мастерская может производить часы в единственном экземпляре по вашим идеям. Допустим, если к нам приходит заказчик и говорит, у моего лучшего друга будет день рождения через полгода. Он просто обожает рыбалку. Говорит, мы можем для него что-то сделать? Мы говорим, да, конечно, можем. И после этого мы начинаем разрабатывать эскиз для заказчика. Первый фактор, который влияет на часы, то есть на сам эскиз, это выбор механизма. Механизм может быть либо винтажный, либо современный. Винтажные механизмы, они могут быть различных брендов. То есть это может быть и Омега, и Зенит, и Ланжин, может быть и Ролекс, Ваширон, и Патек Филипп, и Бриге. То есть достаточно много брендов мы можем сделать. Если мы берем современный механизм, то современные механизмы, это мы в основном делаем на ЭТА. ЭТА-64-98, ЭТА-64-97, это обычная механика. Также мы можем сделать и с автоподзаводом. ЭТА-28-24, ЭТА-26-71. Различные вариации. Какие модели, механизм мы можем использовать в Вашем заказе. У тех и тех механизмов есть свои плюсы и минусы. Разберем плюсы винтажных механизмов. Смотрите, значит, если мы берем винтажный механизм, то это бренд, это история. Также механизму в основном 100 и более лет. То есть, когда Вы дарите такую вещь, даже людям, скажем так, которые могут себе позволить абсолютно все, то таких часов не купишь просто на прилавке. Это действительно эксклюзивная разработка, эксклюзивные часы, у которых есть своя история, свое какое-то имя. И они прошли, то есть, за 100 лет они были в различных руках, то есть, у каких-то, я не знаю, у богатых людей того времени. И потом Вы дарите эти часы в современном исполнении и с дизайном, который просто обожает или любит. Ну, либо Вы сами для себя заказываете, либо для друзей, для родных. Ну, это не имеет значения. Но есть минусы в том, что в основном часы с винтажным механизмом, они не имеют плагозащиты. Это первый минус. И второй, то что у них нет противоударного механизма. Противоударный механизм был произведен значительно позже, то есть, он там в 1936 году, кажется, был произведен. Поэтому, если я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях, наши механизмы винтажные более антикварные, скажем так. Если мы берем современный механизм, то у него есть противоударный механизм, корпуса, в которых мы их производим, то есть, часы на базе современных механизмов, они имеют плагозащиту. И вот такие вот плюсы. Но у них нет ни истории, то есть, это обычная ЭТА, Швейцария, да, там, эти механизмы используют такие бренды, как Омега, Ланжин, Монблан, Зенит и различные. Но, в целом, это просто современный механизм. Поэтому, у каждого свои предпочтения, то есть, кто-то хочет прям историю, хочет бренд и говорит, нет, мне нужен Патек, я хочу, чтобы там, это был Патек Филипп. То есть, 100-летняя давность, скажем так, у нас сейчас есть в разработке несколько проектов в золотых корпусах. Один Патек 1920-х годов, по-моему, второй 1910-х годов, и тот, и тот в золотых корпусах. Индивидуальная разработка. Вот. Но кому-то достаточно, допустим, современный механизм. Вот такие модели, кстати, которые мы недавно вам показали, это Скрудж, Принц и Санчо Панса мы тоже можем производить. Далее, там будут еще некоторые модели, которые мы произведем. То есть, это уже более ювелирная работа. Там используются драг металлы, драг камни и ценник на такие часы более дорогой. И еще одна новость по поводу индивидуальных заказов. К сожалению, мы обязаны поднять цены и индивидуальный заказ будет переходить в разряд эксклюзивных разработок. То есть, до этого мы давали стоимость индивидуальных разработок, скажем так, очень доступную. Практически каждый человек мог ее себе заказать. Но спрос на это очень большой. И, к сожалению, наша мастерская перегружена. Ну, то есть, у нас расписаны заказы на год вперед. Поэтому мы обязаны поднять цены и теперь индивидуальный заказ это будет только, ну, премиум, премиум сегмента, скажем так. Поэтому вот такие новости, друзья. Если вам по первому видео, которое я сказал немножко о нашей мастерской. Некоторые клиенты меня оправили, что я много трою. То есть, для меня это непривычно. Я не блогер. Но буду стараться развиваться в этом направлении. Буду раскрывать вам различные темы нашей мастерской. Также я там не сказал. Меня написали, что украинец занял у своей девушки деньги на бизнес. Эта девушка на данный момент моя жена. Поэтому все хорошо и через год эти деньги уже были ей возвращены. И там мы уже работали на тот капитал, который мы заработали и обернули. Поэтому вот такая вот тема, друзья. Индивидуальные заказы. Думаю, для вас это было интересно. Если хотите, пишите нашим менеджерам и мы будем обсуждать ваши заказы для вас.